Ну вот старый исторический альбом Алексея Сергеевича Мазурина. Вот эта книга Евгения Косачиновича Сергеева, нашего риотовского краеведа, краеведа Подмосковного края. Благодаря этой книге у меня появилась любовь к городу Риотову и к Подмосковью. По этой книжке я смотрел тоже историю и ходил по городу, как раз снимал какие-то исторические места, которые заключены здесь. Многие из этих фотографий сохранятся в фонде музея сейчас. Алексей фотографирует со школьных лет, с тех пор, как бабушка подарила плёночную мыльницу. Сейчас в архиве Риотовчанина десятки тысяч снимков. Некоторые из них теперь свидетельства истории. Эта фотография не очень старая. Это усадьба князя Маслова делала эту фотографию я в конце 90-х годов. Это здание находилось примерно на том месте, где сейчас строительная компания и там дальше парковка. К сожалению, здание не сохранилось. Оно очень много раз и перестраивалось. После чего был пожар. Ну и в начале 2000-х годов его снесли и на его месте построили как раз это новое здание. В конце 18 века князь Маслов обустраивал здесь зону для отдыха московской знати. Не все постройки уцелели, но на улице Ашкабадской сохранилось здание моленного дома. В 1919 год патриарх Тихон совершает свой молебен вот в этом здании домового храма, домовой церкви. Риотского мануфактуры. После здесь находилась уже библиотека фабричная. А в конце 90-х здание сгорело и после чего его настроили еще два этажа и сейчас находятся там офисы. Кстати, интересный еще факт то, что почти спустя 100 лет примерно на этом же месте построили новый храм. Большой Троицкий храм. Фото-летопись Риотова соткана из тысяч и тысяч фотографий. Эти снимки – доподлинные свидетельства, которые позволяют не прервать нить исторического повествования. За моей спиной находится дом управляющей фабрики, здание, которое сохранилось еще в настоящее время. Интересная фотография цветная, начало 20 века. Мы видим как раз это здание, оно правда сделано фотографией с той стороны здания. Там, к сожалению, не подойти, потому что там забор стоит. Но здание сохранилось и в принципе в неплохом виде. В данном случае оно отстроено только еще верхний этаж. Благодаря раритетным снимкам горожане могут, к примеру, узнать, каким раньше был молодежный культурно-досуговый центр. И как он менял свои названия. Народный дом, клуб имени седьмой годовщины октября, а затем и клуб дружба. Эта фотография сразу послевоенная. И мы видим, как молодые девушки танцуют в вальс у этого клуба. Вторая фотография была сделана сразу после войны. Если обратить внимание, почти нет мужчин. Мужчины не вернулись с войны, не вернулись с фронта. Алексей не только создает новую фотоисторию Реутова, но и собирает снимки своих предшественников. Их он разыскивает в музеях, архивах предприятий и, конечно, в семейных альбомах коренных реутовчан. Одно из таких изображений сделано 9 мая 1965 года, в день открытия мемориала славы. А точнее, мемориальные доски с фамилиями погибших бойцов, которые работали на реутовской фабрике. Можно увидеть двух молодых солдат, которые вернулись как раз с войны. По фотографиям где-то лет 30-40 максимум. Это как раз ветераны, которые, к сожалению, сейчас уходят. А вот они еще молодые на фотографии. Эта фотография никогда не была в музее. Дело в том, что я познакомился с правнучкой фотографа, кто снимал мемориал. И эта фотография как раз сделана Петром Ростом. На протяжении пяти лет фотограф является членом краеведческого объединения Реутовского музея. И фотоархивом занимается вплотную. Переводит фотопленки и снимки в цифру и ретуширует изъяны. Он очень большую проводит работу для восстановления фотографий. Этими фотографиями пополняется наш основной фонд музея. У него даже была выставка, две персональные выставки были, он делал. Сегодня вот на этом стенде, на эти фотографии, это все работы, которые он нам сделал. Он собрал эти фотографии и он подарил наш фонд. У него очень действительно большая была проведена работа в нашем музее. Это для того, чтобы сохранить историческую память нашего города. Алексей Оводов ведет фотолетопись уже 20 лет. Причем профессионально. Его снимки можно увидеть на первых полосах газеты про Реутов, а еще на сайте муниципалитета и в соцсетях. Может быть, через 50-100 лет найдется тот человек, который будет смотреть фотографии сегодняшнего Реутова. Для нас мы ходим, ничего не поменялось. Ну вот там мероприятие прошло городское, что-то построили, сняли. Потом история. Потом также, может быть, найдется другой человек, Алексей Оводов, который там, может быть, уже не ноутбук, конечно же, он просто будет смотреть, говорит, вот, снимали. И восстанавливать свою жизнь, свое прошлое по этим фотографиям. Алексей Оводов сделал свой уникальный фотоархив народным достоянием. Оцифрованные снимки Реутовчанин разместил на сайте pastvu.com. На его страницах любой желающий может заглянуть в прошлое наукограда. Феля Шарыпова, Алексей Золотарев, ТВ Реутов.